Парикмахерское искусство – дело тонкое и напряженное. Особенно в последний день соревнований, признается Татьяна Ткач, которая второй раз участвует в региональном чемпионате WorldSkills. Первый модуль у нас был женская прическа, потом второй день – это стрижка и сокрашивание, а потом сейчас холодная волна была. И сегодня у нас завершительный модуль с волной и мужская стрижка. И строгий судья, и мудрый советчик – такая миссия возложена на экспертов чемпионата. Именно им предстоит определить, кто представит Архангельскую область на российском туре чемпионата. Выбор сделать нелегко, поскольку уровень мастерства студентов в этом году очень высок. Все участники молодцы, все, слава богу, вовремя все начинают, все здоровы. У нас 10 участников на площадке, 8 из Архангельской области и 2 у нас вне зачета из Московской области приехали. Я считаю, что это очень хорошо, потому что происходит обмен опытом. На площадке малярных и декоративных работ – полет фантазии. Участники выполняют задание фристайл. За три часа работы им нужно оформить стенд с обязательным использованием пяти декоративных материалов. Они показывают свое умение работать с различными поверхностями, уметь их представить, обработать, подготовить эту поверхность. Кроме того, здесь оценивается также новизна, актуальность, что-то новенькое такое, что придумали ребята с использованием современных материалов. Второй чемпионат уже принес немало побед, достижений и сюрпризов. В следующем году, признаются организаторы, уровень конкурса будет еще выше. Хотим на следующий год замахнуться на серьезные компетенции в металлообработке, в станочной металлообработке. Сварочное направление нам обязательно нужно развивать и усиливать. Кто окажется лучшим и представит регион на федеральном уровне, станет известно завтра на торжественном закрытии чемпионата «Молодые профессионалы поморья WorldSkills Россия». Ксения Юдина, Екатерина Широкова, Александр Кузнецов, Регион 29.